Игорь Малерьевич, победа и несколько слов по сегодняшней мочи? Ну, учитывая то, что это первая победа за столь такой длительный, продолжительный период, конечно, она очень ценна, прежде всего то, что мы сегодня выиграли. Я надеюсь, все-таки переломили эту полосу черную, которая, на мой взгляд, сильно затянулась у нас. Игра, она по определению простой не могла для нас быть, тем более Волгарь до этого, я не помню, когда проигрывал. И из этого всего получилась достаточно такая нервная игра с обилием моментов и у наших ворот, и у чужих. Но в каком-то эпизоде мы, наверное, сыграли лучше. И те замены, которые были сделаны по ходу второго тайма, они принесли этот результат. Поэтому очень рад, что победили, но теперь нельзя останавливаться и дальше продолжать набирать очки, хотя нас ожидает очень непростой выезд в Оренбург. Но практика показывает, там тоже многие брали очки. Но тоже игра непростая, команда находится вверху турнира таблицы. – Прежде всего, как здоровье Сускова показало, что там довольно сильно досталось? – Ну, предварительный диагноз – сотрясение мозга, так что, наверное, следующую игру он пропустит. К сожалению. – В догонку по горботеку вопрос? – В догонку здесь, на мой взгляд, это немножко другая ситуация. – Обследование показало, никаких повреждений мышечных у человека нет и не было. Ну, может быть, бережет себя для чего-то. Возможно, в Томске, чтобы на лыжах походить зимой, без всяких болевых ощущений. Тоже возможно. Я очень внимательно отношусь к этим вещам. Иногда я ругаюсь, иногда я хвалю футболистов. Не все время одно и то же происходит. Вот если травма, на самом деле, она как, ну, перелом, как нас учили, там, сотрясение мозга – это травма. А когда человек что-то почувствовал где-то, что врачи не могут найти ни наши в команде, ни другие, куда на обследование вывозят, ну, здесь у меня вопрос к футболисту возникает. Вот здесь вот очень ценные люди, которые в тяжелой ситуации, они именно выходят на поле, добиваются результата. Пускай тоже послушают и задумаются. Вот, пожалуйста, еще вопросы. – Разрешите, наверное, еще вопросы, Игорь Ильич. Сыграл или, не знаю, какую-то роль сегодня вообще на качество футбола, та погода, которая есть? Потому что, наверное, первый такой матч, при такой погоде мы играли сегодня. Да нет, я думаю, погода здесь особо роли не сыграла, потому что мы все-таки тренируемся тоже. В шесть вечера, ну, достаточно тоже холодно уже, и осадки иногда выпадают здесь. Я думаю, погода, она мешает, опеем команду, а мы здесь имеем преимущество, все-таки улгаря и естественное поле. Мы на своем играли. Здесь, наверное, вопрос больше к болельщикам, и я очень, на самом деле, благодарен тем людям, которые не отвернулись от команды. Вот это настоящие люди, которые любят, со слезами иногда ругаются, но, тем не менее, не просто достойно уважения, когда именно познаются, как говорится, вдруг познаются в беде, и настоящие болельщики там же познаются. Не которые, например, там, что-то там рассуждают где-то там далеко, а которые именно, на самом деле, своим приходом на стадион, своей поддержкой, и вот, там, мне даже просили передать, чтобы на пресс-конференции сказал. Подошел Серега, малыш, и сказал, чтобы там передались 40 тысяч человек, вот, на самом деле, он живет этим, и очень, конечно, я не знаю, как можно подвести вот именно этих людей. Да, нас кто-то любит, кто-то ненавидит, но всегда хочется думать о тех людях, на самом деле, которые, ну, за тебя переживают, и подвести их просто, на самом деле, мне, например, неудобно. Вот огромное, говорю еще раз спасибо этим людям. Да, пожалуйста, вчера был матч между, соответственно, и Краснодаром, и вот, удаление, да, которое было, горая, и сегодня вот такой же момент, ну, можно такой-такой вот, за Дегтяревым возник, да, когда он, соответственно, ну, да, вот такой у нас даже маленький спор возник, все-таки вот. Было ли похоже на то, что происходило там? Ну, я вам, как судьи объясняют, я могу сказать, сколько метров было до ворот. Вот. Это раз. Это точки, ну, совершенно разные, поэтому здесь уже можно трактовать по-разному. Что до ворот там еще 60 метров, пока он добежит, там его могут догнать, он может на мяч наступить, явной возможности забить гол, но человека не было. То есть, желтая карточка? Желтая карточка, да. Говорящий, оценивайся, пожалуйста, игру команды в Пароне сегодня. Ну, как, тяжело оценивать. Да, нам не забили, мы сыграли на ноль в какой-то веке. Это хороший момент, но то, что, когда нас прощали, тоже, это не говорит о том, что надежно оборона сыграла сегодня. Согласитесь, все-таки моменты наших ворот были. Хотелось бы, чтобы их, конечно, не было, но пока, пока такого, к сожалению, добиться не удалось. Ну, я могу сказать, ну, немножко управдание наших ребят, все-таки нападение Волгаряна достаточно такой квалифицированное. Алхазов и Болов и тот же Байрамян, который играл в Ростове, не просто числился, а играл в Премьер-лиге. Поэтому против таких соперников тяжеловато играть. Пожалуйста, сюда. Спасибо. Спасибо. Спасибо.